В 2005 году, когда я был в Каире и в Дамаске, увидел плачевное состояние вот этих памятников архитектуры. Я приехал, мы в 2005 году создали фонд, международный фонд имени Аль-Фарабей Султан Бибарса. Наша цель была восстановить эти исторические памятники. И тем более, что они относятся к нашим великим предкам Аль-Фарабей и Султану Бибарсу. Мы собрали определенную сумму, мы начали подготовительные работы по изучению земельных участков, освобождение территорий, проект, макеты. Добились приема в свое время премьер-министра Даниила Ахметова. И в конце концов, в 2007 году государством было выделено определенную сумму. Это примерно по 1 миллиону Каиру и Дамаску. Да, работа была сделана большая. Я вам скажу, что мавзолей Султана Бибарса в Дамаске, он был полностью восстановлен. Я в 2009 году ездил в Дамаск, открывал этот памятник после восстановления. Полностью выполнена реставрационная работа. И самое главное, что теперь все туристы, которые туда приезжают, они узнают, что Султан Бибарс, это из рода Кипчаков, казах. Памятник установлен от имени народа Казахстана. Вот это самое главное. Большая работа сделана по мемориальному комплексу Аль-Фарабей в Дамаске. В 2009 году было освоено 12 миллионов долларов на строительство мемориального комплекса Аль-Фарабей. Очень огромное здание. Я вам скажу, больше 10 тысяч квадратных метров. Строительная работа в основном закончена. Оставалось там буквально немного, чуть-чуть времени на приобретение мебели, расстановку, организация по созданию библиотеки там. Ну, в общем, такие вот орг-вопросы. Работы приостановлены. Вот. Ну, я думаю, что как только вот обстановка позволит, я думаю, наверное, Казахстан Реставрация будет завершать. Я на это и надеюсь. Ну, как-то, ну, сейчас, вот видите, уже идет небольшая стабилизация. Возможно, на следующий год я планирую вообще съездить туда еще раз.